всем привет меня зовут максим эпихин я представляю сообщество microengine и в этом видеоуроке я бы хотел вам рассказать как сделать свой собственный у и для вашей игры ну и как вы знаете это юзер интерфейс и в данном видеоуроке мы будем рассматривать именно 2d интерпретацию его и я вам покажу это как я сделал на примере своей небольшой кат-сцены урок по которой будет реализован дальше в общем давайте я вам покажу вот мой самый простой интерфейс добавление текста и последующая смена его через какой-либо таймер но в данном случае реализованы так но если я выйду из игры то также интерфейс у меня не будет виден то есть это некая оптимизация но так мы сейчас пока вернемся еще к этому для начала я вам расскажу о том как же все-таки создавать эти свои интерфейсы на самом деле все очень просто вы должны перейти в папку game sdk далее у вас будет пак game data и в папке lips и разархивировать папку у и как это делается нажимаете правой кнопкой мыши извлечь в указанную папку у вас здесь появится папка game data вы копируете из нее папку и вставляете в папку lips с подтверждением замены всех файлов и из game data соответственно вот эту папку и вы должны быть обязательно удалить после чего мы переходим уже в game sdk lips и видим много 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 всего и переходим первым делом во flash assets здесь здесь будет хранится все наши ассеты то есть все наши флешки весь интерфейс это есть флешка я не знаю почему но когда я закидывал сюда у меня не работало почему-то может я что-то неправильно указывал но для своего я обозвал кстати говоря эту систему диалог менеджер и я подумал что это как бы было бы логично поскольку меня но не диалог конечно монолог но главное что менеджер вот и сюда я создал свой флеш файл а файл поместил вот вот путь как вы можете увидеть и теперь откроем диалог менеджер который я уже открыл вот как он выглядит то есть у меня есть рабочую область есть затемнение есть текст теперь давайте я вам расскажу как все-таки это сделаю нажимаем файл создать выбираем вот это разрешение поскольку это является 16 на 9 частота кадров 60 и экшн скрипт 2 почему потому что как мне известно на сегодняшний день экшн скрипт 3 в крайне же не поддерживать вот вы создали у вас полная начнем пустое окошко и если вы только скачали флеш то подскажу вам вот эта панелька вот это она находится вот здесь справа я долго искал почему не знаю почему я не мог найти но как-то вот получилось так вы ну конечно можете передвигать вверх и вообще куда вам вздумается так хочу ты на там можете ну не знаю помогут самое удобное это было тут так теперь соответственно я расскажу о том как я делал делал для себя и расскажу как делал именно эту вещь значит вот здесь слой был bg называется свой один у вас применить его в любое англоязычное название цифры можно использовать но символы никакие и икру и русские буквы никак после чего я выбрал за слой нажал на вот прямоугольник выбрал его цвет альфа-канал ему поставил есть не совру по моему 70 давайте проверим до 70 процентов альфа-канал и растянул его так вот потом продублировал и сделал также внизу все что выходит за рамки серого на темно-серого квадрата не видно теперь я интерфейс маленькую часть то есть вот здесь у меня будет игра и внизу ну кого он просвечивается если не просвечивается то только вот так вот будет видно теперь кстати говоря все я отвлекаюсь это дело все масштабируется потому что край инжин как бы берет стандартные 16 на 9 разрешение это единственное стандартное 1270 1280 помада на 700 до на 768 все остальные 16 на 9 это уже круто но надо брать вот вот это вот изначально потому что в край инжин она лучше всего адаптируется дальнейшем далее создал новый слой вот сюда нажал вот создать слой переменал его в слойте название слой текст и разместил текст вот нажимаете сюда кликайте убивайте текст а вот об этом мы сейчас поговорим ну я вот вбил текст для тестирования а теперь давайте я вот ну как бы вы также его растягивайте только не забывайте да что ваш текст он должен быть метод у маленькая косяк есть вот что вас текст текст должен быть по рамке то есть растягивать нужно будет собственноручно и в центре его адаптировать тоже самим нажимайте на него вот здесь вы можете просто отцентрировать текст сам по себе далее вот когда вы кликнули по нему но не по редактору текста именно по самому объекту текст а синяя рамочка выделяется вы пишете вот сюда его имя на то есть назвать назначить назначите имя экземпляру это некая интерпретация переменной вот я назвал его диалог тексты если вы работаете с текстом лучше наверно называть так вот стексте но почему-то могут там может экшен скрипт косячить если там написать текст и так далее если ваш текст не изменяется мы ставите его статическим если изменяется то динамическим и водимый текст если вы вводите сами смысле в игре вы с хакет пану панель когда кошка вы там тапаете по кнопочкам и вбивайте текст но мой текст динамически поскольку я вас криптово изменяем далее самое трудное моей части это было выбрать шрифт я очень придирчивый имя не люблю хорошие шрифты но в итоге пока что я не смог добиться хорошего результата поскольку с шрифтами все время проблемы но мы пока выберем самый простой просто нажимаете его правила кстати вот размер шрифта устанавливается устанавливаете нажимаете внедрить пишите имя которое вот хотите указать я написал cry sense и вот есть тексты которые вы можете назначить этот первый 3 если они у вас присутствуют ну и также вы можете выбрать здесь некоторые шрифты вот из большого списка но край энджин некоторые из них просто не воспринимает могу вас заверить что вот эти три он воспринимает отлично самый красивый который из них не понравился на мой вкус это сэмпл вот сэмпл а уточняется и занятия например от typewriter вы нажимаете по нему пишите название его здесь ставите главы галочку все вот эти выбирать соответственно не обязательно потому что уже кликнули на всем ну можете конечно поставить посмотрите нас приблизительное количество глифов 27 там 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 когда мы выбираем так то у нас выбирается 2172 вы можете конечно добавлять смотрите никого ничего нас сейчас не изменяется поэтому оставляйте всем далее переходим в экш ну обозвали соответственно переходим в экшн скрипт вот сюда нажимаете экспорт для экшн скрипт экспортировать в один кадр и дефеката автоматически присвоиться названию имени нажимать ok я нажму отмена в принципе вы создали уже текст он теперь нужно создать функцию чтобы обращаться к нему через flow graph для этого мы нажимаем выбираем текст нажимаем вот вот эту штучку сейчас не двигается так убираем текст вот по вот этому квадратику правду к мыши действия вот открывается вот такое окно но масштабируется но масштабируется но тяжко вот так вот собственно для выделенного фрагмента вы указываете теперь функцию ну вот я указал функцию сет текст здесь на бежите и нас функция сет текста обзываете инолков как хотите скобках пишите параметры ну здесь обычно программирование только на экшн скрипт и диалог . текст и . текст равно тексте текст и мы вводим в флоу графе то есть в нем мы биваем то есть вот этой параметру функции мы первым хоть значение которое присваивается непосредственно уже напрямую вот этому тексту но через функцию также вы можете давайте скопируем также можете много всего здесь вот указывать параметры текст color текст хэйт вич тикнес и там так далее можете побаловаться справки экшн скрипта я в больше чем уверенного найдете ну вот такой простой вот это присваивание текста но в принципе вы думаете что все я все сделал я молодец да нифига не ну конечно молодец вы уже малую часть работы сделали но не совсем вы а я вам забыл забыл сказать важную вещь не хочется открывать заново это займет большое количество времени на моем компьютере там нажимаете файл сохранить и после сохранения нажимаете файл опубликовать это обязательно вот вас появились такие два файла открываем svf вот как должно быть это в игре по идее вот игровой процесс тут было и закрываем все иерархия в моем случае диалог менеджер диалог менеджер actions документ flash и ролик теперь самое нудное и интересное наверное это у и элемент потому что если мы просто добавим мы к нему не сможем обратиться поскольку во флоу граф не будет нужны нам графы не сможем добавить его переходе в у элемент ну копируем какой-нибудь из этих нажимая ну у нас создается xml файл и и им переименовывая его именно так как вы назвали свой флэш проект то есть вот у меня все называется диалог менеджер и папкой и файл флешевский и ролик и xml называется диалог менеджер все должно быть одинаково но папку соответственно во flash ассет вы можете назвать по-другому но имена файлов должны совпадать то есть это чтобы вы не запутались и правильно адресация была по диалог менеджер правой кнопкой мыши edit with notepad++ или другой текстовый редактор но notepad мне как-то по душе был и понравился достаточно значит у и элемент с на им меню вот такого то меня я вам в описании ссылочку скину это как бы категориям то есть что это да здесь вот какая категория будет и уеда это вот вот это адресация к нашему свф то есть к нашему ролику эти flash ассет диалог менеджер диалог менеджер свф слой 0 здесь также могут быть вот например как вот как тут маусы венты к венты кнопок но в моем случае это не нужно было поэтому я это все убрал какие события нам больше не нужны далее константы вот мод динамический если вы статически пишите статик вертикальная то есть вертикал олеган н и горизонтальная это в общем выравнивается по центру размер и вот параметры которые присущи и этому этой части далее мы блок блок ивентов до событий у нас он пустой поскольку никаких и нет блок функции это уже присущие наши нашему xml файлом здесь функция название функции я указал такой же как и во флэше честно я по не помню точно но если я не ошибаюсь то нейм может быть любой а вот фунг фанкшены им должны быть именно таким же какой он был в экшн скрипте параметры поскольку у нас один параметр функции был их могло быть и 10 и 20 и сто пятьсот сколько хотите параметр функции должны идти в той же последовательности как и во флэш то есть в экшн скрипте у нас было бы три например параметра один стринга другой into другой number до другой какой-нибудь там не знаю bull или что-то типа того они должны идти в этом же порядке string number bull название соответственно указываете какой хотите вот после этого вы сохраняйте файл закрываете переходите в ваш проект и можете его протестить изначально вы нажимаете open view панель этот у и эмулятор не почему-то все время имитатором называю но вы там без шуток вот вот список всех ваших элементов нажимать два раза по вашему делу к менеджеру если появилась ну хорошо не появилась очень плохо также вот скорость вот это я не знаю почему сейчас я еще покопаю сейчас флэша науры такого не не было не забываем скрыть после чего вы переходите в флоу граф то есть отобразилась значит работает все пути указали правильно если не отобразилась значит пути указали к svf файлу неверно то есть проверяйте название папки на примере своей катсцены предположим нулевой я покажу как я реализовал все это не пугайтесь это не трудно здесь больше билиберды этот блок у меня отвечал за вспышку но об этом сейчас не будем к стену нас в будущем первым что вы должны сделать это отобразить ваш у и то есть нажимаете правой кнопкой мыши от not we display display после чего вы в элементы кликайте два раза ну или попытаетесь попасть по нему если не попадаете вот как я это еще сделал выбираете ваш диалог менеджер ну моем случае доктор и там от геймстарт или откуда в шоу дальше он шоу то есть когда уже показался вы кого делаете цепочку связи переходе в 1 у и в шанс и вот появился наш диалог менеджер а и вот она функция сет текст ну естественно эти этот ряд функций может быть расширен если у вас их соответственно больше но не забывайте дописывать функции в xml то есть вот xml сделал нам вот эту меню а вот соответственно наши текст переменные которые изменяют но здесь я дальше сделал простую схему типа ждем 5 секунд как подождали и показать другой текст как опять подождали 5 секунд то закрыли но проверим но я извиняюсь если сейчас какие-то косяки с текстом будут косяков нет у вас смотрите появляется наш текст вот мышка и бегать не могу а все вот как я это сделал как я запретил беготню я объясню в уроке к сцены и и скажу сразу что в уроке кат сцены создание будет не только вот элемент отображения собственного интерфейса юзерского да который мы сейчас проработали но также будет запрет на бег но и на ходьбу и на кручение мышкой запрет на много действий так же будет запрет о не запрет а анимации камерой ну и соответственно игрока чтоб он куда-то пошел то есть полноценная кат сцена всем спасибо за внимание с вами был макс я представляю сообщество микроэнжин надеюсь этот урок был вот для вас полезен надеюсь вам понравился если это так ставьте лайки комментируйте видео подписывайтесь на канал жду вас в группе вконтакте это очень хороший способ коммуникации ладно всем спасибо всем пока